Вера вечна, Вера славна, наша вера, право славна... И когда Господь сподобил меня быть в Дивеево, то у раки мощей преподобной Александры, Елене и Марфе Господь сподобил утешение получить того, которого не заслуживаю. И когда при молитве к ней, к иконочке обращаясь, я молился в комнате, в это время исчез, и Господь показал мне мою смерть, как меня будут вести, показал мне лес, в котором я находился, как меня вели люди. А я шел, и у меня все сердце Господу горело, и жаждало только побыстрее с Ним соединиться. Ни страха не было, ничего. Я четко понимал, что я иду к моему любимому, долгожданному Господу, Иисусу Христу. И я четко запомнил и небо, какое в это время было, верхушки деревьев. И когда уже на колени упал, когда меня убивали уже, я последний раз вздохнул, и до сих пор этот воздух помню. То есть вот, и потом оказался опять в келье. И так и до сих пор я не понял, в теле я там был или вне тела, Бог знает. Ну, поэтому, к чему я говорю, что для меня этот день, праздник этой святой, он очень для меня важный. Братья и сестры, в наше время, да и в те времена, когда еще с апостолов начиная, до апостолов, было постоянно поднимался вопрос о клятве. Позволительно ли православному человеку давать клятву, присягу, обеты и так далее. Ведь Господь во Святом Евангелии сказал, не клянитесь вовсе, но да будет ваше слово, да, да, нет, нет. И очень многие люди берут эти слова и говорят, что ни в коем случае нельзя давать клятвы, нельзя именем Божьим клясться и так далее. То есть, вот, и многие святые отцы, есть цитаты святых отцов, где говорят, что клясться нельзя именем Божьим. Вот, и что я хочу с вами немножко поговорить на эту тему, потому что сейчас часто вопросы задают, споры ведут на эту тему. Я подобрал небольшой материал, опять же, как всегда, на основании святых отец, катехизиса, соборных решений Вселенских Соборов, чтобы мы с вами не умозаключение писали, потому что мы должны понимать, что мы люди-человеки, и мы можем понять что-то во Святом Евангелии совершенно неправильно, неверно, потому что у нас ум извращенный, подверженный греху, и можем читать и понимать буквально, что написано духовно. С другой стороны, очень много сейчас переводов произошло, где люди читают одно, взять церковно-славянский перевод, который был до этого, он совсем другое значение придает. Поэтому я собрал сегодня вам документы, которые хотел бы с вами зачитать вам и немножко поизучать вместе с вами. Помоги Господи. Учение православной церкви о клятве и присяге. Если сам Бог для непреложного уверения употребил клятву, то коль ми паще позволено и должно нам в важных и необходимых случаях по требованию законных царских властей и архиерейских принимать клятву, употреблять и присягу с благоговением и с твердым намерением отнюдь не изменять ей. И это православный катехизис. Дальше считаем. Бог клялся, чтобы рассеять в людях сомнения и укрепить в них веру, сказанное. Господь, снисходя к ним, благоволил употреблять клятву. Мною клянусь, говорит Господь. Бытие 22.16 Примечай, наставляет святой Иоанн Златоуст, снисхождение Божие. Мною, говорит, клянусь, чтобы ты был уверен, что все сказанное мною, то есть Богом, совершенно исполнится. Как люди, сопровождая свои обещания клятвой, придают им большую твердость и тем успокаивают получающих обещания, так и Господь, применяя человеческое обыкновение, говорит, мною клянусь. Это цитирует святой Иоанн Златоуст, то есть уже человек, находящийся в Новом Завете. Как же он мог такие слова говорить, если у Христа Господа сказано «Вовсе не клянись». И мы с вами сегодня будем разбирать толкование святых отцов на эти слова святого Евангелия. То есть, что у нас сейчас получается? Будем дальше рассматривать. «Я подъемлю к небесам руку мою и клянусь десницею мою и говорю, живу я вовек». Второзаконие 32.40. Подняв руку мою, клялся, поклялся. И языки чтения. «Клянется Господь Бог самим собою». Амоса 6.8. Клятва – это Божье установление. Во времена патриархальные, по примеру самого Бога, употреблявшего клятву, клялись именем Его. «Поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего». И сказал Авраам, «Я клянусь, бытие». Через Моисея Бог повелел, «Господа Бога твоего бойся и единому Ему служи и Его именем клянись». Второзаконие. Клялись верности царю. И Адай привел их к себе в дом Господень и сделал с ними договор и взял с них клятву в доме Господнем и показал им царского сына. Четвертое царство. 11.4. И отвечал Ефей царю и сказал, «Жив Господь, и доживет господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой». Второе царство. Клялись верности Богу. И собрал царь Аса, Сего, Иуду и Вениамина. Если ударение неправильно поставил, прошу прощения. И клялись Господу громогласно. Второе. «Клянущийся, по примеру Господа во второзаконии и другом, поднимал правую свою руку кверху, к престолу Бога». Вот обратите внимание, то есть, да, вот о поднятии руки в Ветхом Завете. «Пристолу Бога, призываемого им, во свидетеля истины и карателя лжи и обмана. Клялись верности царю и отдай». Да, это я уже вам, братья и сестры, читал. «Пророчество о существовании клятвы». То есть, было ли пророчество, которое было навсегда в отношении клятвы? «Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною. Преклонится всякое колено», то есть, говорит Господь, «мною будет клясться всякий язык». Исаии 45, 23. Это пророчество о том, что преклонится всякое колено перед Господом, Иисусом Христом Богом нашим. То есть, это пророчество на все времена. А здесь говорится о клятве. «Многие люди зададут вопрос и задают мне, как же так? Берем выдержки святых отцов, и там написано у того же святого Ивана Златоустого, Григория Богослова и других, Василия Великого, святых отцов, почему же они говорят, что клясться нельзя? Не надо клясться». И многие люди берут это в пример, так как эти цитаты вырваны из контекста и построены, как вот берешь, допустим, напишешь в поисковике в интернете цитаты святых отцов, допустим, о клятве, и они пишут, допустим, что клясться нельзя. Но вот как же так? Я тоже сейчас самое читал святого Ивана Златоустого, где он говорит другие вещи, обратные. И дальше будет святой Иван Златоуст говорить и святые другие отцы. И вы увидите, что клятва, о которой говорил Господь, он говорил определенно о каких-то вещах, которые дальше здесь будут вам зачитаны. «Предвозвещает величие того, объясняет святой Кирилл, архиепископ Александрийский, что имеет совершиться через Христа, уверяя клятвою, что же было возвещено спасение и обращение к Богу всех живущих на земле народов». Понимаете? То есть это святой Александрийский, архиепископ Кирилл, он цитирует эти слова, толкует их, где написано пророчество на все времена Исаии Пророка о клятве. «Под выражением преклонится перед Богом колено, и для всех клятвою будет Его имя. Что иное можно разуметь, кроме обращения всех к Богу и познания Его, и обнаружения близости к Нему? Ибо те, которые обращаются всецело к Богу под Его ермо, склоняют выю свою и преклоняют колено, совершая моления. И когда решатся произнести законную клятву, то будут вспоминать Его только одного». То есть, понимаете, оказывается, клятва именем Божьим перед Богом, для того, чтобы Господь удостоверил, что этот человек не лжет, потому что за лже-клятву строгие и страшные наказания идут. Поэтому многие отцы говорили, лучше ты не клянись вовсе. Но опять же, за что они говорили, мы будем дальше с вами разбирать. «Рабов своих назовет иным именем. Кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины Исаии и Иеремии. Носим имя, учит святой Кирилл Александрийский, не как израильтяне, по патриархам или отцам, Ефрему, Моносии или по какому-то другому колену, но в обновлении жизни». Это римлянам 6.4. То есть, это опять святой Кирилл Александрийский, и это толкует слова. «Евангельской шествуем ко Христу и, украшаясь званием от Него, как венцом, именуемся христианами. Если же окажется нужда или необходимость в подтверждении чего-либо клятвую, то клянуться Богом истинным, так повелел и закон Моисеев. Господу Богу твоему говорил, поклоняйся, и Ему одному служи, и именем Его клянись». Имена Божии клялись в Новом Завете. Вот давайте посмотрим, что у нас происходило в Новом Завете. Дальше вы будете понимать, братья и сестры, что такое самоклятва. Как можно клясться, солгать и отойти к проклятому, поэтому и клятва называется, да? Как можно клясться святую клятвою, когда ты призываешь во удостоверение своих слов перед народом, который привык особо никому не верить и не доверять, как это делал и Господь. И здесь будет говорить святой Иоанн Златоуст, что Господь, когда говорил «Истина, истина, говорю вам!» То есть, да, вот такие слова. Он говорит, что это есть клятва. То есть клятва надо понимать по разным ситуациям, чтобы понимали вы. Также святой Иоанн Златоуст в отношении причастия святого. Он говорит, причастие не пускает только бес. И многие, я знаю, люди начинают каждый день подходить к причастию, будучи недостойны того. То есть, это получается какая-то дерзость, воспитая святых, вот так вот такими семимильными шагами идти. Но в других же словах у него тоже, у святого Иоанна Златоуста, есть так, что постарайтесь рассуждать об этом, как апостол Павел говорит, чтобы вы не в осуждение причастились. Ведь Иуда причастился в осуждение, сразу предал Христа. Понимаете, везде нужно иметь рассудительность. Если вы будете слышать каких-то отцов о каком-то вопросе, посмотрите, что говорит наша православная церковь об этом. Поэтому я сегодня здесь вам собрал и семь вселенских соборов, которые какие-то соборы из них говорят на эту тему. Апостольские правила, которые говорят. А это и есть то, что нам Господь поставил как правило, которое помогает нам не выпасть из православной церкви. То есть это ограда та, которая держит нас в ограде церковной. Поэтому ту проповедь, о которой я сейчас говорю, я ссылаюсь только на источник православной церкви. Семь вселенских соборов, апостольские правила и святых отцов. Вот если это все соединяется, тогда я принимаю это за истину. Если что-то не соединяется, поэтому надо нам оставить это на Бога. То есть суды не выносить. Но вот в Новом Завете Господь Иисус Христос неоднократно удостоверял истинность своего учения, ссылаясь на Бога Отца, как на вернейшего свидетеля правдивости своих слов. Свидетельствует о мне Отец, пославший меня. Иоанна 8, 18. И в других местах. Выражение Иисуса Христа «истинно, истинно говорю вам» и другие «есть клятва». Понимаете? И вот смотрите, святой Иоанн Златоуст толкует эти слова. Когда Христос, замечая святой Иоанн Златоуст, клянется той же самую клятвою, «истинно, истинно говорю вам», то не ясно ли, что это за неимением никого выше, кем бы клясться? Как клялся Отец, так Сын клянется самим Собою. Так как род человеческий недоверчив, то Господь не сходит к тому, что свойственно нам, Он клянется для нас. Понимаете? Это пишется святым Иоанном Златоустом. Толкование на слова Господа нашего Иисуса Христа. «Господь свидетельствовал под присягой на суде у первосвященника Каиафы. Первосвященник сказал ему, «Заклинаю, то есть обязываю клятвою, заставляю поклясться тебя Богом живым. Скажи нам, ты ли Христос Сын Божий?» Матфея 26, 63. Иисус Христос не осудил первосвященника за его требования клятвы, а наоборот, доселе молчавший ответил, «Ты сказал». То есть истина, Я есть воплотившийся Сын Божий. Ввиду того, что сказанное под присягой признавалось безусловно достоверным, то лишь только Господь клятвенно исповедал Себя Бога человеком. Свидетельские показания признаны были излишними. И судьи, вместо того, чтобы уверовать и преклониться пред Ним, произнесли смертный приговор, повинен смерти. Многие люди не понимают, когда Господь ответил такие слова, что «Ты сказал». Когда заклинают тебя Богом живым, ему сказали «Ты ли Сын Божий?» И Христос ответил «Ты сказал». То есть в некоторых богословских поучениях есть такие учения, что раньше были разные клятвы. Клятва, допустим, была судебная, клятва, когда имя Божие призывалось, клятва для того, чтобы человек исполнил каждое свое слово, которое он говорит. То есть такие три рода клятвы. И на каждые вот эти три рода человек должен был отвечать либо да, либо нет, но какими именно словами. Вот такими словами «заклинаю тебя Богом живым» человек должен был сказать либо «Ты сказал», либо «Аминь». Это все в переводе означает «Истина, истина». Христос есть Сын Божий. Он подтвердил присягою перед всем вот этим собором архиерейским, что Он есть Сын Божий. Он подтвердил это клятвою, и Его все равно осудили. Апостол Павел допускал клятвенные удостоверения в истинности своих слов, говоря «Свидетель мне Бог, что непрестанно воспоминая о вас». Конечно, объясняет святой Иоанн Златоуст, это изречение апостольского духа и сердца, выражение отеческой попечительности. Но что именно значат эти слова, и для чего Павел призывает во свидетели Бога? У него речь была о привязанности, а так как он еще не видел римлян, то и призывает во свидетели не кого-либо из людей, но испытывающие сердце, Бога. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». Филиппийцам 1.8 Павел, замечая святой Иоанн Златоуст, призывает Бога во свидетели не потому, будто не имели к Нему доверия, но делает это по великому расположению, а также для большего убеждения и ободрения. Далее. «Заклинаю вас Господа, беру, то есть перевод, беру клятву с вас именем Господа, прочитать сие послание всем святым братьям». 1.8 Фессалоникийцам 5.27 «И не просто он повелевает, говорит святой Иоанн Златоуст, прочитать послание всем, но с заклинанием, делая и это по влечению пламенного своего сердца, чтобы они, если бы и не захотели обратить внимание на Его просьбу, ради заклятия исполнили то, что было им заповедано». То есть здесь вот апостола Павла клятвы, то есть одобряются, христовые клятвы по толкованию святого Иоанна Златоустова одобряются, и именно говорятся, что это клятвы были. Но как же так? Ведь говорится о том, что Господь наш Иисус Христос сказал, «Вовсе не клянись». И вот мы с вами дальше будем разбирать это, братья и сестры. «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю, свидетельствую, призываю во свидетели, утверждаю, умоляю, заклинаю в присутствии Бога. Слова «Засвидетельствую пред Богом тебя сохранить, сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию». 1 Тимофея 2 дает повеление, замечает блаженный Феодорит, не осуждать, положившись на достоверность обвинителей, и не делать сего по враждебному расположению прежде личного исследования, и после явных обличений не откладывать приговоры из милости к судимому, нарушая справедливость. «В ряду с Богом и со Христом апостол поставил ангелов не как равночестных, но как рабов, потому что и мы нередко в один ряд с высшими ставим низших. В присутствии вместе рабов и господ, и евреев, и мирян говорим, всеми ими свидетельствуюсь тебе. Так и блаженный Павел говорит, свидетельствую тебе при Боге и Сыне Его и прислужителях Его». «Люди клянутся высшим». Вот смотрите, что такое клятва. Это апостол Павел. «Люди клянутся высшим, и клятва в удостоверение оканчивает всякий спор их». Евреям 6.16. «Так как апостол не исключает современных ему христиан из состава клянущихся, что он сделал бы, если бы клятва была запрещена, то, следовательно, в апостольское время клятва употреблялась среди христиан. Подобно тому, как люди клянутся, поклялся и Бог самим собою, люди клянутся им как большим, а он клялся не как большим, и однако исполнил. В послании к Тимофею 1.10 апостол, относя клятва преступника к числу тяжких грешников, тем самым удостоверяет дозволенность клятвы в надлежащих случаях и обязательность исполнения Ея». То есть это надо обязательно стараться не клясться какими-то пустяками или еще что-то, то есть только именно если пылает сердце по Богу, и можно вот так вот перед именем Божьим сказать какие-то слова подобные. А если человек не пылается, а говорит слово клятвы, то они становятся клятвопреступниками, а клятвопреступник хуже мужеложника, то есть понимаете как страшно вот это вот все. Поэтому многие святые отцы говорят, что этого лучше не делать, то есть вот, но когда есть спор какой-то церковный особенно, то есть в исповедании Бога, надо подражать Господу Иисусу Христу, как он перед всем собором архиерейским в то время дал присягу, что он есть Сын Божий. Святой Тайнозритель пишет, поднял ангел руку свою к небу и клялся живущим во веки веков. Откровение 10, 5, глава 10, 5-6 стих. Следовательно, клятва Богом с поднятием руки к небу не отменена в Новом Завете. Помните у Авраама, он поднял руку к небу и клялся Богом живым. А теперь вот смотрите, Святой Тайнозритель, это Святой Иоанн Богослов, в откровении он видел ангела, который поднял свою руку к небу и клялся живущим, то есть клялся Богом во веки веков, сотворившим небо и землю и море и все, что в них. Поэтому здесь даже и Святой Иоанн Богослов видел ангела, то есть который апокалипсис предвозвещал, который клялся о живущем во веки веков. Свидетельство об употреблении христианами клятвы. Святого апостола Варнавы, каждый из вас да не имеет злобы против ближнего своего и не любит клятвы ложной, не употребляет по напрасну имени Господня. Святой Тертулиан, мы и клянемся только не гениями императоров, обыкновенно заклинаем демонов, чтобы изгнать их из людей и не клянемся ими, чтобы оказывать им божескую честь. То есть понимаете, здесь пишет Святой Тертулиан, что мы бесами не клянемся, потому что этим будет им честь воздаваться. Здесь наоборот говорится, что клянуться только тем Высшим, то есть мы Богом можем именно. Поэтому всякая присяга архиерейская, священническая, императору и так далее, то есть она дается клятвенно. И это было еще от начала. Вот смотрите, что пишет Святой Ефрем Сирин, у которого также есть слова, когда он говорит, что не клянитесь и так далее. Но потом мы узнаем, кому эти святые отцы говорили об этом. Вот его же слова Святого Ефрема Сирина. «Я, Ефрем, умираю и пишу завещание пред Вами, как пред искренними и единодушными братьями. Подтверждаю, что вера моя есть здравая, даже клятвенно удостоверяю в ее непоколебимости. Клянусь снисходившим на гору Синайскую и вещавшим из камня. Клянусь устами возопиившими». Илои. Когда Господь был на кресте, он говорил эти слова, ему говорили «Илия зовет». То есть, да, вот он клянется тем, кто возопил, то есть он клянется Христом. «Клянусь тем, кто продан Иудою и биен в Иерусалиме. Клянусь могуществом заушенного полоните и величием приявшего заплевания. Клянусь единым Божьим существом и единую волею, что не отделялся я от церкви, не восставал против Божия всемогущества. Когда говорил это Ефрем, и весь народ плакал, бывшая тут девица по имени Лампротата, может быть я неправильно сейчас сказал, дочь военачальника Эдесского, поклялась и сказала пред всем собранием «Клянусь Богом, которому служил ты от юности до старости своей, что не употреблю более насилок и мужи, мужи не понесут меня». Блаженный отвечал «Прежде нежели умер я желаю дать тебе благословение». То есть понимаете, какие вот именно такие клятвенные удостоверения, что Ефрем Сирин ему Дух Святой возвещал, что он был с ним. И он, ощущая благодать и горение Духа Святаго Божия, говорил и знал, что говорит истину. И он говорил «Клянусь, что я никогда не отходил от православия». И вот как нам сейчас важно, именно сейчас нам важно не отходить от православия. Потому что очень много идет всякой ереси, клеветы, колдовства. Как один брат ко мне пришел и говорит «Иду по Святой Руси и смотрю на людей вроде русских, а русского духа в них нету». Смотрю на людей, которые по происхождению родились в России, носят имя христианина, православного, а они европейцы. У них на лице написано, что они европейцы. И это на самом деле сейчас так и происходит. Как вот еще давным-давно какая-то песня была, что один человек приехал в Москву и все, искал гостиницу, где себе снять. подошел спросить у одного на русском наречии, ему отвечают на французском. Он удивился, пошел дальше. Ему потом отвечают на азербайджанском, потом еще на каком-то, на мусульманском и так далее. И он говорит «Где же в Москве-то русские находятся?». Поэтому здесь, вот знаете, братья и сестры, очень важно понимать, почему сейчас дух православия не возгорает в сердцах. Потому что очень многие десятилетия, столетия, может быть, вот это вот именно Запад, он очень сильно влияет на людей. Он полностью вытесняет Христа и подает прельщения всякое разное. И вроде люди православные, а с другой стороны начинают вот такие вот вещи проповедовать, как «не клянись», «нельзя присягу давать», «нельзя клясться», «нельзя Богом клясться» и так далее. То есть, вот понимаете. Поэтому, вроде, они православные эти люди, но дух у них не православный далеко. И как сказал наш старчик, веруя о Господе, что он с Богом находится, а Верки Таушев, святитель, он говорил, что когда-то время было, чтобы определить истинность церкви, где живет Дух Святой, нам пришлось назвать ее православие вселенскими соборами. Вот. А сейчас, чтобы определить истинность церкви, где живет Святая Троица, чтобы уже назвать православие, это будет недостаточно. Похоже, пришло время, чтобы менять это слово, чтобы поменялось это слово православие, для того, чтобы определить, где же все-таки живет Святая Троица. Какая церковь правильная и истинная, а какая нет. Потому что под эгидой православия внесли и католицизм, и много-много всего. Вот этот экуменизм, который сейчас идет, заходят патриархи в мечети, там проповедуют на своих облачениях, когда такое можно было увидеть. Вот. А сейчас европейским умом можно это все видеть и принимать как, да нормально все, ничего страшного, ну что такого. Вот. Или там, когда Кирилл Гундяев говорит такие слова, что все как лучи солнца идут к одному и тому же богу всей религии. И мусульмане, и пошел перечислять. Это же ересь, самая настоящая ересь, которую он говорит. За что тогда наши мученики умирали? Это предательство мучеников. А вы все терпите и говорите, да надо же ходить до последнего, до какого последнего вы там собрались ходить? До последнего я сейчас приведу не свои примеры, а святого Лаврентия Черниговского. Он определил, когда это будет последнее. Он сказал, когда будет окатоличивание храмов, не ходите больше туда. Там не будет Господа. И что сейчас мы видим? На литургии верных стоят паписты, кардиналы. Что они там делают? Они должны на литургии верных выйти из храма. Оглашенные зайдите, да никто от оглашенных только верный. Понимаете вы? Там происходит великое чудо при осуществлении даров святых. Они не должны там находиться. А что они там делают? Это и есть нарушение символа веры. Так что же вы там еще ждете? Вы так и будете до последнего стоять. Почему? Да потому что европейский дух в лице у многих написан. Бывает, я вот подготовил, Бог даст статью, не только я, там, церковь православная о гомеопатии. Если Господь благословит, я постараюсь вам в следующем выпуске, может быть, проповеди свои обязательно зачитать вам это. Потому что очень многие люди с этой гомеопатией связаны. Вот. А это бесовщина. Это бесовщина, и я вам докажу это. Вот. Ну, давайте дальше почитаем. Апостольское правило, двадцать пятое. Епископ или пресвитер, или диакон в клятво преступления обличенный, да будет извержен из священного чина, но да не будет отлучен от общения церковного. Двадцать пятое апостольское правило. Следовательно, это правило, оно не запрещает клятву, клятву именем Божьим. Но именно тех, которые клятву преступил, нарушил, их наказывает она. Клятва преступник Мирянин десять лет до ней приобщается. Два лета находясь между плачущими, три – между слушающими писания, четыре – между преподающими, один стоя с верными. И тогда сподобится причастие. Шестьдесят четвертое правило святого Василия Великого. Правило, осуждающее клятву, необдуманную к соделанию зла другому. Двадцать девятое правило. И вот теперь, смотрите, указанные правила «возбраняю клятву ложную и необдуманную» свидетельствуют о позволительности клятвы истинной и законной в уважительных случаях, вот когда касается Господа. То есть другого не должно нам быть. И вот теперь, смотрите, весь Вселенский Собор четвертый, что сказал на Соборе. На четвертом Вселенском Соборе, именуемом Халкидонским, отцы Собора постановили потребовать от египетских епископов, чтоб они дали клятвенное обещание разъяснить, почему они медлят подписать послание святого Льва Папы Римского к Флавиану. Это требование клятвы, исходившее от отцов Вселенского Собора, ясно говорит о том, что они считали ее вполне христианским долгом в особых случаях. И вот теперь давайте посмотрим, кто же такие люди, которые говорят обратное. И их возражения, их называет Церковь Православная всех сектанты. Все, кто говорят, Господь сказал не клянись, то есть и говорят, что нельзя именем Божьим клясться, это есть сектанты. Я сейчас вам буду зачитывать. Что говорят сектанты? Первое. Иисус Христос запретил клятву именем Божиим. Я говорю вам, не клянись вовсе не небом, потому что оно престол Божий, не землею, потому что она подножия ног Его, не Иерусалимом, потому что город великого царя, не головою твоей не клянись, потому что не можешь, ни одного волоса сделать белым или черным, но да будет слово ваше да-да, нет-нет. Книжники иудейские фарисеи, зная общее уважение и доверие к тому, что подтверждено клятвою, и боясь ответственности пред законом за произнесение имени Божия, в обыкновенных разговорах и сделках, не подлежащих контролю закона, установили клятвы сотворенными предметами. Евреи клялись этими предметами во лжи, нарушали клятвенные обеты и думали, что за все это невиновны перед Богом, так как клятвы их не сопровождались произнесением имени Божия. Господь Иисус Христос, пришедший не нарушить закон или пророков, но исполнить своим учением, осудил установившуюся у евреев практику, восстановил истинный смысл закона о клятве и пресек поводы к обходу Его, он напомнил Матфея 5.33, слушателям постановление закона, в которых идет речь о непозволительности вносить ложь, Левитов 19.12, и обман в дело клятвы второзакония, запретил употреблявшиеся в частной жизни и в частных сношениях друг с другом клятвы предметами, о которых умалчивал закон, причем определенно указал народ таких клятв небом, землею, Иерусалимом, головою, и установил, что последователи Его, стремясь к идеалу, будьте совершенны, то есть последователи Божьи, как совершен Отец ваш Небесный, должны так располагать свое поведение, чтобы их слова «да-да», «нет-нет» в обыкновенном течении жизни были достаточно для уверения других. О клятве именем Божиим, заповеданной Богом и употреблявшейся среди народа иудейского в потребных случаях, Иисус Христос в Нагорной проповеди совсем не упомянул. Если бы Господь отрицал всякую клятву, то непременно и прежде всего это же самое главное, клятвство именем Божиим, прежде всего должен был указать на клятву именем Божиим и, безусловно, воспретить ее. Наоборот, сам Он неоднократно ссывался на Бога Отца во свидетельство истинности Своих слов и даже не противился принятию присяги на суде. Из этого очевидно, что Иисус Христос клятвы именем Божиим не запрещал, а допускал ее в особых случаях. И вот как святой Иоанн Златоуст Толковал слова Господа, Он говорил, когда Господь говорил истинно, истинно говорю вам, Он сказал, что это есть клятва. Когда апостол говорил Павел, что Бог мне свидетель, братья, что я люблю вас, это есть клятва. То есть, понимаете, серьезность клятвы и понимание ее. Согласившись с сектантским утверждением об отмене Иисусом Христом всякой клятвы и в том числе клятвы именем Божиим, необходимо допустить, будто бы Господь говорил одно, а делал другое. Но кто не ужаснется от таких мыслей? Отвергающие клятву указывают на слова Спасителя, не клянись вовсе, в которых будто бы содержится безусловное воспрещение всякой вообще клятвы, но если бы это выражение содержало безусловно запрещение всякой клятвы, то представляется непонятным, зачем Господь перечисляет еще виды запрещаемых им клятв. То есть Господь же перечислил какие клятвы, да? То есть вот, ни небом, ни землею, ни Иерусалимом, ни головою. Это перечисление подает мысль, что запрещение, не клянись вовсе, не безусловное и простирается не на все виды клятв, а только на перечисленные. Во-вторых, если Он безусловно воспретил всякую клятву, то почему перечисляя виды запрещаемых клятв, не поименовал клятвы именем Божиим? Наконец, запрещение клятвы именем Божиим свидетельствовало бы, что Иисус Христос разорил закон, установивший ее и предвещавших осуществование клятвы именем Божиим в Новом Завете. Но ведь Господь пришел не нарушить закон, но исполнить его. еще, братья и сестры, хочу вам сказать, что с древнецерковно-славянского языка перевод не клянись вовсе, слово вовсе, оно имеет такой перевод, не клянись всяко, то есть, всяко разно не клясться, понимаете? И здесь еще будет дальше сказано, что почему Господь именно употребил Иерусалим головою, ни небом, ни землей. Почему Он это сделал? Потому что все это принадлежит Господу, оно нам не принадлежит. Мы не можем клятся тем, что не принадлежит нам. А если это нам не принадлежит, а только Богу и даже крови Божией мы спасаемся, у нас ничего своего нету, поэтому клясться этим не нужно, потому что это уже сразу будет клятва ложью перед Богом. И Он, видя эту ложь, не сможет свидетелем стать перед нами. Вот что Господь говорил. А евреи в этот момент, особенно иудеи, которые вот это вот, ну, учили вот это вот учение такое, законники, фарисеи, они думали, что раз только Господь говорит клянись именем Божьим, то есть, да, вот именно они, то есть, другие клятвы там могли распространять и говорить, что это в закон не попадают, раз там не написано, значит, можно солгать, еще что-то, и на нас греха не будет. А Господь им наоборот сказал, понимаете, что это уже есть ложь, когда ты клянешься тем, что тебе не принадлежит. Вот о чем здесь идет речь. Мысль о существовании клятвы именем Божьим в Новом Завете. Клятву именем Божьим, как и вообще всякую клятву, запрещает апостол Иаков. Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, никакую другую клятву, но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждению. Это также говорят сектанты, для того, чтобы привести в пример своей позиции. В приведенном месте апостол прямо и положительно запрещает клятву предметами сотворенными, а клятву именем Божьим не упоминает. Он запрещает клясться небом, землей и никакую другую клятву, то есть никаким другим подобным сотворенным предметом, храмом, золотом храма, жертвенником и прочее. Клятвы предметами и клятва именем Божьим по своему существу прямо противоположны. И не мог апостол под выражением и никакую другую клятву подразумевать последнюю, то есть именем Божьим. В клятвах означенные предметы, как неодушевленные, не призывались во свидетельство истинности и непреложности обещания, а представлялись в виде залога. Клянущийся ими выражал готовность лишиться их, не видеть их более, если слово его окажется лживым. Но имел ли право клянущийся отдавать в залог исполнение обещания предметы неба и землю и другое? Как же он не сможет видеть их? Ему лично не принадлежащие, его власти не находящиеся. Такие клятвы не имели никакого оправдания, были лишены смысла. Почему? И запрещены. Такова ли клятва Бога? Нет. Бог в клятвах не может быть обещаем или представляем в залог. Он призывается как свидетель, помощник и мздовоздаятель. Благоговейное призывание Бога, поставление себя пред лицо и суд Его, есть дело благочестивое. Так поступал примеру Иисуса Христа и апостол Павел, заповедавший, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу, дабы вам не подпасть осуждению, к ответу за неуместность клятвы предметами. Клятва именем Божиим есть зло, так как по слову Иисуса Христа, все, что сверх да и нет, от лукавого. Это третье, что говорят фектанты. Далее православие. От лукавого не клятва именем Божиим, которую установил сам Господь во второзаконии, а подозрительность, недоверие к словам да или нет, вследствие существования среди людей лжи и обмана, ибо он лжец и отец лжи, вынуждающих христиан в потребных случаях прибегать к клятвену заверению истинности и непреложности своего свидетельства или обещания. Если происхождение клятвы обуславливается существованием среди людей лжи, обмана, недоверия и подозрительности, то отсюда нет никаких оснований заключать, что клятва есть зло. Клятва именем Божиим не зло, а добро, так как побуждает людей к правдивому, честному выполнению лежащего на них того или другого долга, укрепляет доверие к показаниям и обещаниям, и таким образом является одним из лучших средств для победы над злом той среды, в которой живут и действуют христиане. Мы и без клятвы, говорят сектанты, именем Божиим говорим правду, почему и отказываемся от присяги. Сектанты, говоря так о себе, горделиво превозносятся своей правдивостью и забывают слово Божие. Не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. И еще от себя уже добавлю тоже слова Святого Писания. Всяк человек ложь. Как они могут говорить, что они и так правду говорят? Это здесь полная горделивость. Неужели они по своему нравственному совершенству выше апостола Иоанна, учившего? Если говорим, что не имеем греха, обманываемся самих себя, и истины нет в нас. Наша личная правдивость, если бы даже была несомненнаю, не дает права отказываться от присяги в особенных случаях, так как другие люди бывают лишены возможности знать о ней. Сама воплощенная истина, Иисус Христос, когда видел недоверие к себе, ссылался на Бога Отца во свидетельство истинности своих слов, а по слову Его, примеру, поступал апостол Павел, отказываясь от клятвы и присяги под предлогом своей правдивости. Сектанты ставят себя выше Иисуса Христа, принявшего присягу на суде, и сказавшего, ученик не выше учителя, слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Сектанты говорят, принявшие присягу часто говорят ложь и не исполняют своих обещаний, посему присяга излишне. Ответ. Люди, по свойственной им греховности, злоупотребляют не одной только присягой, а многими другими благами, священным писанием, свободой, здоровьем, языком и другим. Но отсюда никак не следует, что все это, и в том числе присяга, не есть добро, а потому излишне. Если присяга не всегда располагает принимающих ее к истинности и непреложности свидетельства или обещания, то вина не в ней, а в нравственной испорченности человека. При господстве в мире зла с его проявлениями лжи, обмана, недоверия и подозрительности, клятва, как средство для заверения в проводивости, является обязательной и необходимой. Если бы среди людей существовала правдивость и неразлучное с нею взаимное доверие, то не было бы места и клятви. Но разве люди достигли, достигали или достигнут когда-либо все без исключения нравственного совершенства, указанного Иисусом Христом? Для чего присягают пред Крестом и Евангелием? Евреи клялись перед жертвенником, а христиане пред новозаветным жертвенником, Святым Крестом, на котором Господь предал себя за нас в приношение в жертву Богу. Святой Евангелий и Крест являются символами нашего спасения, клянущийся пред ними, и лобызающий их выражает свое благоговение и свидетельствует о своей готовности. В случае неисполнения обещания лишиться благ, дарованных Господом через Святые Крест и Евангелие. Это братья и сестры учения Святой Православной Церкви. Здесь я вам зачитал и толкования святых отцов авторитетных, здесь я вам и зачитал апостольские правила, Вселенские Соборы, где даже сам весь Вселенский Собор, то есть, да, вот именно призывал к клятве, чтобы египтяне, они подписались под Святым Львом, там, по чтениям, посланием. Поэтому здесь разве можно сказать, что весь Собор клятва преступники, если он назван Святой Собор, Четвертый Вселенский Халкидонский. Поэтому, братья и сестры, будем с вами учить православие Святого для того, чтобы не быть невеждами, и будем всегда учиться у Святого Праведного Иоанна Кронштадтского, дорогого нашего батюшки. Он так любил, когда его так называют, и мы, любя его, как можем, будем так его называть. Вот. Здесь очень он всегда говорил, что он ничего не знает, поэтому Господь его до последнего издыхания научал всему. Как только человек думает, что он что-то знает, Господь говорит, ну, раз ты знаешь, я тебе свое знание не подам. И тогда бесовские знания начинают приходить. Вот, братья и сестры мои, будем стараться понимать, я дальше вам не стал зачитывать. Если захотите, поищите вот такие вот именно соборы, решения соборов на эту тему, и подумайте. Дальше есть названия сект, которые именно подпали под осуждение, и там именно эти сектанты как раз и вот такие вот вещи проповедуют многие. Поэтому будем держаться церкви нашей Святой Православной, чтобы остаться в ее ограде, и надеяться, что Господь милостью своей человеколюбием спасет нас. Спасайтесь, дорогие мои друзья. Еще у меня есть желание, если Господь меня сподобит. Мне один батюшка написал два письма из Украины. Вот, и знаете, когда я читал, это как настоящее апостольское послание. И мне бывает очень трудно, когда бывало раньше трудно, когда я вот говорил проповеди о Духе Святом, и находил только то, что меня не слушали в основном. А те, которые небольшие, слушали и понимали сердцем, о чем я говорю, то у них не хватало сил принимать страдания за Господа. Вот, и они не понимали, что с ними происходит, и отпадали от этого. И когда я не видел плодов от тех дел, которые Господь мне подает делать, я немножко огорчался от этого всего. И сейчас, когда я знаю, что вас столько много, и Господь вас собирает благодатью Духа Святаго, и вот такие священники вот начинают понимать, что происходит. Я постараюсь вам зачитать там очень много поучительного. Этот священник уже 16 лет проповедует. И когда я читал эти послания его, письменные, обращенные ко мне, то, знаете, я увидел, что это Господь так управил, что они обращенные к вам ко всем. Поэтому я обязан был спросить у него, не против ли он, что я зачитаю это. Вот, и он ответил, что не против. Поэтому Бог даст, я постараюсь вам зачитать их, и надеюсь, что мы с вами и я также много почерпнем из этого. Стараюсь, знаете, где-нибудь себя уничижать, чтобы Господь наполнил мое сердце еще большим знанием. Когда мы считаем, что мы выше кого-то и знаем лучше кого-то, то Господь от нас отходит. Будем считать себя, что мы ничего не знающие, и будем учиться от всякого человека. Проходит какой-то простой человек, он порой такие слова скажет, что ни один архиерей за все эти годы не сказал мне. Поэтому будем во всех видеть Христа, стараться и учиться от Христа, жить Христом, со Христом, дышать Христом Богом нашим. И знаете, чтобы в нашем сердце все мы себя испытывали, и чтобы вы всегда находили себя правым в том, что никого и ничего нет у нас в сердце важнее Господа нашего Иисуса Христа. Если это в сердце себе обрящим, и будем всем сердцем помышлять об этом, и всегда думать о Боге, то мы в этом отношении добре течем. Поэтому помоги нам Господи, спасайтесь с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok